Всем приятной жизни! Это Шашлык и мы продолжаем играть в Ведьмачка 3. Давайте Енифер расскажем про Новиград. Я не хотела довести дело до конца. Я нашел филактерий, который она собиралась зарядить. Потом дашь мне на него взглянуть. А ты что-нибудь узнала? Не так давно на Артскеллиге произошла катастрофа, вызванная магией. Очень необычная. Я не встречала ничего подобного. У меня предчувствие, что причиной всему была Цири. Я уважаю твою интуицию, Йен, но нам нужны настоящие доказательства. Они появятся, если я смогу исследовать аномалию. Но Мышавур и его друиды никого к месту катастрофы не допускают. Мышавур возглавляет круг друидов на Скеллиге. Я не видел его с... С тех пор, как Цири была маленькой девочкой. Сомневаюсь, что ты сможешь с ним договориться. Даже на правах старого знакомого. Почему Мышавур тебя не пускает? Скажем, мы разошлись во мнении. Громко и сильно разошлись. О, Крах. Белый Волк! Приветствую тебя, Крах. Нам надо встретиться на три из них. Я не приму никаких отговорок. У меня к тебе важное дело. Ну, офигеть. Наш уединённый домик подождёт. С крахом Анкрайтом отношения лучше не портить. Добрее. Я беру, я буду в чёрном и белом. Надеюсь, ты будешь со мной гармонировать. Подбери что-нибудь, в чём ты пока не охотился на чудовищ. Ян, ты знаешь, как я не люблю эти новые дублеты. Сперва они жмут, а потом тут же рвутся. Я, как и Крах, не приму никаких отговорок. Мы тут не ради удовольствия. У нас важное дело, и мы должны выглядеть престолом. Я сняла комнату в корчу. Зайди туда и выбери что-нибудь, что я приготовила. Мне надо ещё кое с чем разобраться. Встретимся у входа в зал. Встретимся у входа в зал. И шо, где теперь идти дублет одевать опять, как на встрече с императором? Так, и где это? Ну, я так понимаю, вот это вот там, видимо. Ну, ладно, погнали туда, пуфик. Сейчас, может быть, заодно и раскатаем пару партий. А чё тут за торгаш стоит, я что-то не понял. Ты торгаш. Приветствую. Чё у тебя есть? Покажи мне смытого. А, так я уже это читал. Блин, у меня такое ощущение, что это тот же самый купец спонсор. О, знаете, вот этот мусор я тебе сбавлю. Так, ладно, погнали, короче, этот. В комнату Денихер. У нас тут неприятности с мюрдьявля, ну, с утопцами. И неприятности такие, которые твой серебряный меч как раз разрешит. Говори, в чём дело. Дай-ка угадаю. Рвут сети, жрут рыбу, а иногда нападают на одиноких моряков, если кто ночью возвращается по берегу из корчмы. Если б только так. В нашем заливе твари хуже, чем на большой земле. Как после захода солнце нападают, так и днём. Наш-то не только на рыбаков охотится, но и на воинов. И тела потом море выбрасывает. Доспехи разорваны в клочья. Кишки выжраны. Рюри, мой ученик, был в лодке, на которую мюрдьявлен напали. Есть ещё тубы, у которой убили мужа. Она живёт здесь, недалеко, немного выше. Боюсь, никого больше не припомню. Те, кому приходится иметь дело с этими тварями, редко возвращаются живыми на сушу. Так, хорошо, давайте возьмём заказ. С утопцами я уже не раз имел дело. Скоро всё будет кончено. Вот тебе моё слово. Так, но мы пока заказ это отложим. Я ещё хочу тут доску объявлений замашнили. Не жри, стой! А где доска? А, вот доска. Так. Замашним доску объявлений. Так, тут травник какой-то. Травник, здорово. Хочешь купить? Опа, ну покажи, чё у тебя есть. Блин, вообще на нас корчморями перетереть. У них по-любому имеются эти. Кстати, ингредиенты. Может мне попродавать кое-как? Хотя они, блин, мутагены по 5 стоят. Это... Не, ну хотя чё вы... Да, на самом деле в ингредиентах у меня много всего хорошего. Ладно. Давай с тобой в гвинт раскатаем. Не хочешь сыграть в карты? В гвинт, к примеру. Гвинт не ждёт. Секас подождёт. Так. Поехали дальше. Катать в гвинтяку. Так, он катает за нельфгард. Это меня напрягает. Неплохая у нас стартовая рука. Вот ясное небо, блин. Меня вообще не втыкает. Вот шпион за 9 хорошо. Так, ладно. Плохо, что чучел нет. Ну, может, сейчас со шпионов упадут? Пока не падают. А шо он там сделал? Три случайные карты посмотреть. Вот это самая бесполезная способность. Не, ну прям шпионы все у нас в бой пошли. Шпионы все у нас в бой пошли. А вот и чучело. Не, можно на самом деле отдать ему. Чё, ради бога. У нас 13 карт. У него 7. Мне кажется, мы 2 раунда изи возьмём. Он как бы выставлялся. Мы только шпионов играли. Я не думаю, что... Сейчас мы ещё вот этой обилкой шпиона возьмём. Вот этого. И как бы вообще... Изи пизи лимонсквиз... О, он сейчас ещё шпиона вернёт из отбоя. И мы его сограем ещё чучелом. Короче, хорошо всё идёт. А, ну он спасавал. Ну давайте, наверное, выставим шпионов. Всё-таки. Тут нам чё, 36 надо побить. Так, побить надо 36, да? Ставлю вот эти обычные. Потому что у нас есть 3 возвращателя. 27. 29, да? Ну ладно, давайте сделаем вот так. Обычных героев выкинем. И вот у нас 37. Хотя можно было на самом деле шестёрку поставить. Мы же при... При равных... Ну он тоже не эльфгард. А интересно, если не эльфгард на эльфгард, и ничья, кому раунд отдают? Это, честно говоря, меня интересует. Блин, не слабо я начал. Но мне кажется, мы под казнь подставились. Надо было с... Задохликов начинать. А, ну сейчас шпион пойдёт. В принципе, есть чем заняться. Вот, цирилка пришла. Цирилка, чморилка. Она как горилка. Ничья будет, наверное. А, и как ничья вообще в гвинте? И кому кристалл отдадут? Или как? Как это вообще ничья? Я никогда ничьи в гвинте не видел. Какой такой ничья? Я не знаю. Ничья в гвинте. А, ну у нас ещё десяточку можно вернуть. Блин, офигеть у меня геройская. Просто какая-то геройская колода. О, сейчас опять шпион пойдёт, да? Теперь такой четвёрочный. Ну мы, естественно, его чучу... Офигеть, выставление на самом деле уже большое. Ну, по количеству жизней не сильно много, но... Героев много. У меня так особенно. А, всё, спасавал. Ну мы впереди, поэтому забираем раунд. Отлично. Раскатались с травником в гвинтяку. Осадная башня, ну... Этот никогда лишним не бывает. Так, а, кстати, в корчме, да? Он же сказал... Точнее, она сказала в корчме. Я хочу драться. А у вас тут кулачные бои? Я готов? Я готов драться, хоть сейчас. Сперва я хочу поговорить с чужеземцем. А ну давай. Жигани. Что ты мне тут посликнул? Такое дело... Эрика, видишь её? Я должен сегодня победить. Она ж смотрит. Я знаю, что мне тебя не одолеть. Разве что ты сам позволишь мне выиграть. Я не поддамся. Если я поддамся, мы оба пожалеем о нечестной борьбе. Но как же Эрика? Ничего ты не понимаешь. Хватит болтать! Начали! Так, а я уже забыл, как драться, ребята. Твою мать! Охренительный файт. Как... Как блокировать? Вот же, сука. Вот тупорылая маразотина. А, ну быстрое сохранение у меня как раз здесь. Со слов Йеннифер из Венгерберга, на Скеллиге произошёл магический взрыв, который уничтожил значительную часть древней пущи и, видимо, был связан с появлением цири. Геральт отправился на острова, чтобы присоединиться к чародейке и вместе с ней попробовать найти следы девушки. Блин, я что-то не понял, как этот самый... Как драться? Кулачные бои это самая жопа шуясь. Я хочу драться. Сперва их... Тут такой... Я... Если я... Ну как... Хватит. Ты обидел островитянина, чучу. Плечом с плечами. Ля, он 27-й, кстати, левел, поэтому он у нас быстренько... Жалкое зрелище. Запинал. Ну мы сейчас его, конечно, шифтом вырубим. Он уже пол хп немая. Блин, да шо ж ты такой лютый-то, а? Хрен тебя победишь. У него смертельный значок. Ну так и че, что смертельный значок. Мы по ходу прохождения со смертельным значком кучу мобов убиваем. Ну и мобов. И всех вообще подряд. Не, ну он вообще люто стал в защиту. Я его не пробиваю. А тут какой-то шанс пробития? Или как вообще работает? Вот как в кулачном бою можно... А, не, пробиваю. Вон, нормально. Видимо, какой-то есть маленький шанс пробития. Чем уровень больше или меньше. Ну, больше у меня, меньше у противника. Тем больше, видимо, этот шанс. Не, ну вот тоже кулачные бои, они как бы сложные. Но если ты бьешь шифтом, то как бы он просто ничего не может сделать. Вот он стоит в блоке, и все. Причем он даже в нем как-то особо и не стоит. Он что-то там руками машет. Ну вот, считается как блок. Да когда ж ты сдохнешь-то один удар. Вот вечно последний удар вот этот тут затягивает. Ну давай уже, Геральт, твою налево. Может как-то на контратаке? Не, ну я уже... Я бы знак уже кастанул какой. Ну в кулачном бою нельзя. Не, ну блин, это так тупо выглядит. Да он реально не... Вон, ништяк. Завалили. Быстрыми атаками. Чужеземец! Беррика, подожди! Пусть идет. Еще два поединка, и ты получишь шанс стать лучшим бойцом на Скеллиге. Но сперва победи Эйнара, он живет на Фарера. И Грима из деревни Хальмштайн на Артскеллиге. Так, отлично, захоботили мы этого, а че так мало кром-то дали. Нравится тебе здесь? Да, Эрика, нравится мне. Идеальная комната для Ен. Она всегда любила простор и роскошь. Чучело Единорога. На нем можно чпонькаться. Чучело Единорога. Да. Представляю, как ей удалось привезти столько одежды. Она галеон зафрахтовала, как всегда. Черная и белая. Гламур. Даже закрытая баночка пахнет сиренью и крыжовником. Видно, вкусы у нее не изменились. Так, а дублеты насколько... Ну, обносить Енифер... А, это ж наш тайник. О, кстати, хорошо, что я его встретил. Я хочу сгрузить болты. А че это за пушка? А, меч школы змеи. И хочу сгрузить вот эти вот все лабутены. Вот эти глифы. Нам от них... Ну, я, может быть, их потом крафтить буду какие-то хорошие. Ну, пока они мне не нужны. А че вот это такое? Трофей Сукуба. Блин, прикольный. На, трофеи на самом деле сохранять, а я их продаю. Давайте вот эти вот портреты. Нефритовые статуэтки. Фигурка змеи, талисман. Ксеновокс. Все это тоже по складу. Или оно ничего не весит? Да не, он там весит. 0, 0, 1 на самом деле нет. Лучше я их... Ну, вот портрет пусть полежит. А в остальном... Все нормально. Так, дублеты, по-моему, где-то тут. Мегаскоп? Я смотрю, она без него никуда. Как говорил Ола Филиппа Эйльхарт, мегаскоп вещь столь же личная, как зубная щенка. Она по-прежнему не расстается с отравленным источником теса и доврия. Так, но обносить ее смысла особого нету. Элегантная, скеликская, туника. Блин, ну ладно, возьмем все. Так, я пока хочу в гвинт пойти сгонять. Тут, я так понимаю, корчмар живет. С корчмарем по-любому можно закатать партейку. Это ты корчмар? Я Геральт. Ведьмак, прозванный Белым Волком, знаю. Тебя здесь уже успели обсудить вдоль и поперек. Ищешь место за столом? Я справлюсь. Пока я хочу просто поговорить. Так, покажи, что у тебя есть. Чего ты у вас так вкусно бахнет? О, у него есть колода на чудовищ. Даже колода лидера. Точнее, карта лидера. И Гоша есть. Но это, кстати, здорово, что на чудовищ. На чудовищ редко где удается найти. Этот, давайте, он нравится мне здесь. Еще бы. Когда я приехал с Ундвика, здесь были одни развалины. Чайки срали в кружки сквозь дыры в крыше. Я купил этот сарай, засучил рукава и сделал из него приличное место. Почему оно называется Новый Порт? На Ундвике у меня был старый порт. Несколько старых клиентов до сих пор заходят вспомнить прежние времена. Так, ладно, давай сыграем в Гвинт по Максбету. Правда сказать, я бы охотно сыграл в карты. Может, портел в Гвинт? От Гвинта я никогда не отказываюсь. Да, я тоже никогда не отказываюсь. А ничего нам тут не привалило? Блин, не, ну, кстати, если у нас Келлиги у этих продаются карты на чудищ, то тогда мы колоду соберем, ну, особо без проблем. В общем, мы ее соберем, по идее. Блин, столько этих у меня. Воскрешателей? Ну, ладно. Так, ну, сет шпионов, я думаю, можно первую... Ну, сейчас посмотрим, что он будет делать. Может быть, есть резон первую партию ему слить, действительно. Первый раунд, а то мы туда шпионов выставляем дофига. Он своих этих выставил дофигища. Как бы карт потратил много, а мы карты только набираем. Не, ну да, тут мы сливаем, потому что 116 мне даже... Короче, нет вообще никакого смысла перебивать. Гля, шпион остался, вы представляете? Он его сейчас чучелом хоботнет и мне сыграет. Ну, или этот... Ну, вообще, самое толстое существо у него осталось. Вот фартажок. Так, я хочу вот этого. Не, ну у нас настолько перевес по картам, что тут как-то особо... Особо нету. Нету вариантов. Я думаю, ему уже победить. А нету меня чувачка, который этот... Нету, да? Который убивает за 7. Ну, 7 в смысле, атакой. Что, ты ясное небо сыграл? Ну, ты красава. Хотя у меня тоже было ясное небо. Не сыграл бы он, так сыграл бы я. Так, 31, да? Давайте вот эту пятюненьку поставим и спасуем. Опять шпион остался. Ну, тут у него две карты, поэтому нам как бы... Мне как бы особо ези пизи или мансквизи. Ну, все, у него карты кончились. Не, все-таки за счет героев у нас колода неплохая. Ну, конечно, герои это такое себе дело. Но прикол их в том, что с ними никак нельзя взаимодействовать. То есть, это одновременно и минус, и плюх. Их нельзя забахать, но в то же время на них нельзя там мороз кинуть или что-нибудь такое. Да, тут чучело медведя. Охереть круто. Охереть круто. Вот это мать вашу атмосфера. Вот просто дизайнеры. Такая колоссальная работа была проведена в ИСЕ. Ну, в смысле, вы представляете, Миша. Интересно, с этим портным, точнее, с тобой, можно сыграть в ВИН? Море с утра спокойно. Будто боги почтили смерть великого конунга. Ты портной? Портной? Надо думать, единственный. Блин, такой же был кузнец. А, ну у тебя нет. Сюда взгляну на твои товары. Неправильно. У меня чего попало, не увидишь. Ну, скельские эти боты нам... О, кстати, можно продать. Блин, мне вот это больше нравится. Ну ладно, мы сейчас померяем. Давай, до свидания. Будь здоров. Заглядывай. Ага, обязательно. Так, одеться для встреч с Йеннифер. Ну, давайте оденем. А ну, давайте посмотрим, как выглядит эта туника. Ну, она, кстати, неплохо выглядит. Это не тот чмошный дублет, который на встречу с Императором... Ой, не, это какая-то гейская. Да, это говнище. Она, кстати, неплохо выглядит. Это туника или как он там называется. В общем... А что у меня с кельтские бриджи? Мне вот эти почему-то больше нравятся. Блин, ну перчатки не идут вообще никак. Мечи, наверное, тоже стоит снять. Как и арбалет. Ну, не думал, что когда-нибудь решусь на такое. Чего не сделаешь для... Секса! Ладненько, ребятки. Для меня Йеннифер. Давайте на этом я тогда этот выпуск закончу. Большущее всем спасибо за то, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получите удовольствие от жизни. А с вами был Шашлык.